Жизнь и здоровье государственных гражданских служащих Чувашии застрахуют за счет бюджета. Такое решение приняли сегодня депутаты Государственного Совета Республики. Премии длились почти полтора часа. О том, из-за чего возникли разногласия, в репортаже Ольги Пырычкиной. На случай травм, инвалидности или смерти в Чувашии застрахуют более 1370 государственных и гражданских служащих. Размер премии, которую получат страховые компании, за каждого человека определит договор. Однако он не может превышать 15% месячного клада застрахованного. Распространяться такая страховка будет не на всех чиновников. Реестр должностей, утвержденный указом главы Чувашии и указом президента Чувашии и не включает в себя должность главы Чувашии и другие государственные должности. Включая должности, я просто перечислю, председателя кабинета министров, министров, заместитель председателя кабинета министров, заместитель государственного совета, заместитель председателя и так далее, и так далее, и так далее. Саму идею дополнительно защитить ту или иную категорию граждан депутаты одобряют. Расходятся их взгляды в том, с кого стоит начать вводить обязательную страховку. Так КПРФ предложили сначала застраховать медиков. Мы считаем, что необходимо в первую очередь защищать тех работников, работников скорой медицинской помощи, которые ежедневно сталкиваются с такими асоциальными слоями населения. На них часто нападают. И только за 9 месяцев 2019 года 17 нападений. С этим надо что-то делать. К этому предложению депутаты вернутся на следующих заседаниях комитетов. И, возможно, парламентария расширит список страхуемых. Среди тех, кому, что называется, положено молоко за вредность, к примеру, учителя. Мы призвали включить в практику Государственного Совета Чувашьей Республики разработку проектов законов совместно всеми фракциями. Потому что, когда предлагает одна определенная сила, она учитывает тоже довольно узкую группу. То есть сегодня ограничились только врачами. Но на самом деле эта группа может быть намного шире. Этот закон вообще всех нас сблизил в одном понимании, что работодатель, а в данном случае руководители аппарата, подумали о человеке. Нужно сделать первый шаг, а дальше начинать уже о культуре страхования всех нас думать. Каждый на своем уровне. Первый шаг таки сделали. Закон о страховании госслужащих принят большинством голосов. И еще из повестки дня. Депутаты внесли изменения в закон о защите прав участников долевого строительства. В республике создадут единый реестр проблемных объектов и фонд и средств, которого эти объекты будут достраивать. Пока из федерального центра республики выделили 1 миллиард на завершение строительства. Я считаю, что может быть 1 миллиарда не хватит, надо 2 миллиарда. Мы, конечно, поддержим это начинание, но будем инициировать, чтобы оно как-то с большим финансированием продолжалось. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.